Всем привет, друзья! Дима, Даниэль, Скалска, Болгария. 12 января, 23 год, идет снег на улице. Прикольно, классно, в доме тепло, друзья. Вчера мы поговорили о нашем счете за электричество. Спасибо большое, друзья мои, за много-много-много комментариев. Спасибо за ваше внимание, спасибо за вашу заботу. И сразу же отвечу на тот вопрос, который в комментариях был. В общем-то, все писали, друзья мои, нет, 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 дом у меня не на фирму. Естественно, я знаю, что дом на фирму потребляет тоже количество электроэнергии. И если дом записан на юридическое лицо, значит, это намного-намного-намного дороже. Нет, нет и нет. У нас дом записан на физическое лицо. Счет я получаю только на себя. Итак, да, согласен, согласен, согласен с много с вами, что это много, это дорого. 453 лева за месяц, это дорого. Сейчас я пытаюсь понять, в чем заключается проблема. Может быть, это вообще и не проблема. Не знаю. Мы вчера со Светланой вечером пошли у нас... Друзья мои, чтобы сразу отсечь какую-то ситуацию, у нас вокруг нас некому подключиться. У нас на улице справа от нас стоит пустой дом. У нас счетчик вот разделен, стоит три счетчика. Вот мы выходим за калитку, у нас три счетчика. Один счетчик это наш. Второй счетчик это соседний участок с полностью разбитым домом, где никто не живет, из-за которой почему-то просят сейчас 25 тысяч евро. Вот, если мы купили наш дом и наш участок за 15 тысяч евро, ровно как год назад, и наш дом был пригоден для жилья, мы делали только внутреннюю отделку. Точнее, мы не делали внутреннюю отделку, у нас внутренняя отделка была, но кроме ванной, готовой ванной комнаты с душевой кабинкой, вот там было все полностью готово, там кафель, там душевая кабинка, раковина, унитаз, все работало. А в основном внутренняя отделка была готова. Оставалось только включить розетки, постелить полы, покрасить еще раз стены и все. А соседний дом, он вообще под снос, он убитый. Из-за него просят 25 тысяч евро. Просит, пусть просит. Нет, он этих денег не стоит, абсолютно он этих денег не стоит, потому что при нынешней цене стройматериала и ремонтов, его восстанавливать, это нужно делать под сносы и строить новый. Поэтому, кто готов к такой инвестиции, добрый дошли, но вряд ли. Вот. Да, господа, мы прекрасно понимаем, я читаю там какие-то комментарии, господа, мы купили за 15 тысяч евро. Мы не можем здесь желать, чтобы сразу заходи и живи. Нет, нет, нет и нет. Сегодня, по последним оценкам в Болгарии, за 22-й год загородная недвижимость подорожала минимум на 10%. Это по статистике болгарских аналитиков. Загородная недвижимость подорожала на 10% минимум. И сейчас очень многие болгары, которые живут, жили или живут, имеют апартаменты, квартиры в крупных городах, сейчас тенденция к покупке загородного жилья. Потому что в городах квартира становится намного дороже, и люди выбирают какой-то способ удешевить свою жизнь. Многие имеющие загородные дома переезжают загородные дома и ездят на работу из-за города. Это статистика. Статистику не обмануть. И если еще года два назад можно было купить домик, как мы купили, за 15-20, за 25 тысяч евро и в принципе как-то там жить, то сегодня, друзья мои, это уже очень и очень сложно во многих регионах. Хотя, хотя есть регионы Монтана, есть регионы, которые приближены к Румынии, где до сих пор можно что-то купить за 5, за 8, за 10 тысяч евро. Но, господа, готовы ли вы будете жить в тех регионах? Сначала проанализируйте регион Монтана. Посмотрите, не знаю, подойдет ли вам такая жизнь и подойдут ли вам те регионы. Потому что обычно, конечно, люди хотят получить три в одном, хотят получить горы, лес, речку и дешевый дом. Ну нет, друзья мои, сегодня вряд ли. Сегодня вряд ли эта ситуация меняется. Тенденция к покупке болгарами недвижимости, она увеличивается. Болгары работают за границей, зарабатывают деньги и покупают дома в Болгарии. Молодцы! Молодцы! Иностранцы сегодня, ну, уже рынок недвижимости немножко изменился, он немножко трудно объясним, но тенденция к подорожанию. Сегодня начать строить дом с нуля, снести старый и построить новый, это дорого. Это дорого. Это очень долго. И внимательно к этому надо подходить. Самое главное, успеть правильно купить, успеть найти тот объект, который вам подойдет. Но опять же, цены растут. Чтобы сегодня по статистике купить дом, заходи и живи, не из расчета, из разряда чего-то дорогого, это 70 плюс тысяч евро. 70 плюс тысяч евро. Вот пример небольшой в нашем селе Вскалска. Недавно англичане продавали дом. Дом заходи и живи. Внутри я не был. Достаточно хороший участок. Была первоначальная запрос, по-моему, 78-82 тысячи евро. В итоге в селе Болгары улыбались местные жители и говорили, да кто его купит? Ребятки, в течение недели дом был куплен болгарами. Вот и все. Рынок есть. Вы знаете, я, разговаривая со своими болгарскими друзьями, понял одну вещь. Для болгар очень важно иметь свой дом. Да не только для болгар. Всем важно иметь свой дом. И болгарин работает, работает тяжело за границей, уезжает, оставляет семью, уезжает на заработки, зарабатывает деньги, возвращается в Болгарию купить свой дом. Все, цель жизни сделана, отлично. И потом болгары начинают жить спокойно, для себя, медленно и умиротворенно. Вы знаете, в этом, наверное, и заключается некое счастье. Нам с нашей израильской ментальностью, когда мы спешим, мы бежим, мы в постоянной какой-то погоне за деньгами, погоне за лучшей жизнью. Купить дороже машину, поменять мебель каждые два года. Ой, у него новый телевизор, а я куплю еще новее. А ой, а у него там, не знаю, он купил себе часы за 3000 евро, а я куплю за 3500. Вот, я такие ситуации очень часто в Крымской видел. Все время, а, у него так, а я куплю лучше. Ну, это, наверное, не только Израиль. Я такие ситуации видел и в России, и в Украине, когда все смотрят на всех и хотят быстро быть лучше. Ребятки, все уважаемо. Любое мнение, оно уважаемое. Если вы хотите жить так, живите. Ну, может быть, а давайте, может быть, задумаемся, а стоит ли идти за этой гонкой? Ведь жизнь, она не бесконечна. Жизнь, она имеет какие-то определенные сроки. Дай бог нам всем жить до 120 лет. Дай-то бог. Но, наверное, может быть, я сегодня, уже прожив полгода в Болгарии, я начинаю понимать болгарскую ментальность, болгарский подход к самому образу жизни. Это замечательный подход, друзья. Это очень правильный подход. Куда спешить? Зачем нервничать? Каждый день приносит какую-то свою радость. И нужно, наверное, пытаться наслаждаться каждым новым днем, а не тратить свое здоровье, свои нервы, свою энергию на постоянную гонку. Еще, 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 еще. А куда еще? А куда их унести, эти деньги, которые вы работаете, работаете много, получаете хорошие в Израиле зарплаты? Что в итоге? А в итоге куда? На лекарства? На таблетки? Зачем? А зачем? Ведь в принципе жизнь, она... Что нужно человеку для жизни? Человеку для жизни нужно дом, квартира, тепло и уют. И покушать, и что-то одеть. И наслаждаться жизнью. Вот. Так может быть как-то будем пересматривать свои стереотипы. Точнее я вот понемножку пересматриваю свои стереотипы. И если раньше, там где-то года 4-3, наверное, до пандемии, все время, ой, ага, о, там скидка, там футболка Хугабосс стоит 80 евро, а не 100. Ой, пошли купим. Ага, у меня это старое, давай я куплю новое. А ведь старое, оно тоже работает. Стереотипы меняются здесь, в Болгарии, и здесь, наверное, мы все-таки понимаем, что нужно как-то остановиться, нужно просто как-то воспринимать жизнь по-другому. Вы знаете, был очень интересный случай, точнее два случая, я вам расскажу. Когда мы, живя в Габрово, мы поехали с друзьями в ресторан под Габрово, Пастервата, прекрасный ресторан рыбный, где есть бассейны. Он находится где-то в 15 километрах езды от Габрово. Мы вызываем такси, потому что если мы едем в ресторан, ну, наверное, мы выпьем все-таки там по бокалу пива или по бокалу вина. А ездить за рулем после алкоголя нельзя. Мы вызываем такси, и я, точнее, я вызвал даже такси своего знакомого, потому что всегда я привык действовать по одной схеме. Я лучше дам заработать своему знакомому, чем я вызову обычное такси. Замечательно приезжает человек, знакомый, мы доезжаем до ресторана, я спрашиваю, естественно, он включает счетчик. В Болгарии, друзья мои, счетчики и таксисты включают везде. Это вам не Израиль, где вам пытаются, все пытаются где-то по черному что-то скрысить от налогов. Нет, молодцы болгары, не играются с этим и очень правильно. Законопослушные граждане, здорово. Вот, я спрашиваю там Мирку, сколько стоит, сколько с меня, он говорит, Дима, 13 лев, я достаю из кармана 10, начинаю искать по карманам еще какую-то мелочь, еще бумажки. Он говорит, да нет, Дим, все, хватит. Ё-моё, и у меня шок. Я говорю, как хватит, подожди. Да ну, не надо. И тут я вообще в непонятке. Он таксист, он пробил чек. Как ему хватит? Обычно наши израильские таксисты, какой хватит? На счетчике 25, так он если с вас может получить 40, так он получит и 50. Я не понимаю, он не, все, я говорю, не, подожди, 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 я нахожу там 5 лев, говорю, дай мне один, я всегда оставляю таксистам чаевые, это правило. Он улыбается, ну, он мог бы и не давать, ничего страшного. И абсолютно это так от души идет. Вот, далее, вот один пример, где я поражен. А что, ему деньги не нужны, что ли? А я говорю, слушай, а ты можешь нас забрать где-то, я тебе позвоню где-то в 11 часов? Он говорит, нет, Дим, все. Я говорю, чего? 8 часов. Он говорит, а я закончил. Я говорю, в плане. Он говорит, а я не хочу больше работать, мне хватит. Я говорю, а, серьезно? Он говорит, да, Дим, мне хватит, я поработал, я ночью не работаю. А зачем? Я иду к семье, я иду сейчас домой, я беру себе 50-70 грамм ракейки. Подогреваю ее. Да, друзья мои, ракия горячая, это бренд, это болгарский бренд, когда-нибудь попробуйте. Горячая ракия, это настоящий болгарский национальный напиток. И молодцы болгары, они очень умеют пить. Болгары вечером выпивают 50-100 грамм ракии. И каждый болгарин, у кого я спрашивал, это делает практически, но не больше. Молодцы, это не наша русская душа, где нам надо не закончить, а потом лицом в салат. Нет, нет. Культура питья у болгар замечательная, они знают границы. Это здорово. Следующий был случай, когда мы едем, мы должны были ехать из Габрова в Софию в аэропорт. И нам нужно такси. Окей, я проверяю службы. И получается, что мы заказываем такси за 180 болгарских лев из Габрова до аэропорта. И мы едем с молодым парнем. Нам ехать долго, мы разговариваем. Он болгарский, естественно. Болгарский, русский. Нет проблем, мы прекрасно объясняемся. И вот он, как бы, я сначала по своему, естественно, израильскому ментальности говорю, слушай, давай там это, 170, и забыли там, бумажку не надо. Он говорит, нет, только с чеком. Я не играюсь. Я говорю, все, все, я тебя понял. Замечательно, вопрос снят. И мы едем, мы болтаем, мы разговариваем. Я спрашиваю, а как бы его жизнь, он рассказывает. И я говорю, слушай, а как бы там, сколько ты зарабатываешь, там трудом, там отвечает. Я говорю, слушай, это не мало. Он говорит, в каком плане мало? Он говорит, а у меня все есть. Я живу в квартире. Мне хватает на электричество. Мне хватает на еду. Немножко на сигареты. Я говорю, ну подожди, там хочешь? Он говорит, а мне хватит. А я больше ничего не хочу. И я в его глазах вижу правду. Я говорю, ну, а может быть, там, да нет, мне прекрасно. У меня все есть, я закончу, вот сейчас съезжу. Я говорю, тебе же здорово брать такие поездки дальние, много денег. Он говорит, не, не хочу. Не хочу такие дальние поездки. Ну, вот сегодня не мог отказаться, диспетчер предложил. Шок. Просто шок. Не хотят. Но, опять же, я пытаюсь понять, почему не хотят. Это не потому, что лень или еще что-то. Просто люди хотят отработать определенное количество часов и потом отдыхать. Отдыхать и наслаждаться отдыхом. Они не берут две работы. Они не берут три работы. Чтобы уже еще купить новый телефон. Лучше, чем у другого. Стоимостью в минимальную зарплату в Израиле. Не, 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 не. Они не бегут искать бренды какие-то. Это очень уважаемо. Это Балканы. Здесь нужно понимать, что люди живут по-другому. Другая ментальность. Другое восприятие. Другое восприятие. Нет гонки жизни. Это то, что с самого начала мне сказали. Дим, поживи полгода. Ты поймешь все. Вот я прожил полгода. Я очень еще, конечно, далеко до полного понимания. Но, наверное, очень много правды в этом. То, что не спешить. Не гнаться за деньгами. Не тратить свои нервы. Не нервничать. А когда мы не нервничаем, мы прекрасно сохраняем свое здоровье, господа. А что у нас в жизни важнее, чем здоровье? Ну, мы имеем про себя. Да, конечно. Важны дети, важны внуки, важна семья и важны друзья. Но ничего этого не будет, когда нет здоровья. Поэтому нет нервов, нет здоровья. Поэтому давайте просто немножко подумаем. Опять же, я выражаю только свое субъективное, мое мнение. И, пожалуйста, не пишите мне какие-то глупости в комментариях, мои дорогие израильские подписчики. Есть такое. Какие-то я... Я негатив удалю просто. Потому что если что-то объективно сказать, напишите. А если просто вот какую-то гадость, какой-то сарказм, не надо. Я удалю. Я постоянно просматриваю. Давайте будем дружнее. Давайте любить друг друга. И уважать друг друга. Не важно, где мы находимся. Не важно, какой мы национальности и какого вероисповедания. Вчера кто-то и в комментариях какой-то непонятный человек там начал что-то про нашу национальность. Но, слава богу, YouTube быстро убрал эти комментарии. Ну, глупости. Приятный день, говорим, друзья мои. Хорошего вам дня. Хорошего настроения. Я надеюсь, что я дал вам позитив и энергию на прекрасный сегодняшний день. Будьте здоровы. Будьте счастливы. Нажимайте на колокольчик обязательно. Подпишитесь. Напишите ваш комментарий. И... И... Шелихам Йом Наим, хаваримшили. And they... For my... Another friends in a... Another country. Have you a nice day, my friends. Ciao, ciao.